В этом цикле роликов я рассказываю о мировоззрении, которое легло в основу моего научно-фантастического романа «Тёмное пламя» о ноосферном мировоззрении. Вот как выглядит обложка романа. Ссылка, по которой электронную версию романа можно будет приобрести, будет под роликом. В прошлых роликах мы рассмотрели состояние клинической смерти и самое главное, так называемый опыт вне тела. Это официальный научный термин. Суть его в том, что в состоянии клинической смерти человек в прямом смысле этого слова выходит с твоего тела и видит со стороны самого себя и работающих с ним врачей. А потом адекватно описывает, что происходило в палате реанимации. И уже только поэтому это не может быть объявлено галлюцинацией, что уже много десятилетий пытаются сделать так называемые настоящие ученые. Но здесь я хочу поговорить немного о другом. А именно о том, начинается ли наша с вами жизнь в момент рождения. Или здесь тоже. Всё несколько сложнее. А точнее, намного сложнее. Не буду ходить вокруг да около. Современные научные исследования дают все основания полагать, что наше с вами рождение – это для нас ещё далеко не начало всего. И наш жизненный опыт в прямом смысле слова куда длиннее, чем мы полагаем. Вообще, тема того, что жизнь человека не начинается с рождения и не заканчивается смертью, практически весь XX век была в науке табуированной. Было, и кстати, сказать, совершенно на пустом месте и совершенно тупо, если не сказать дебильно. Принято считать, что никакой бессмертной души у человека нет, а значит ничего нет, что до рождения, что после смерти. И многие специалисты, которые сталкивались с доказательством, точнее с доказательством обратного, просто предпочитали об этом помалкивать. Потому что за это легко можно было поплатиться карьерой врача. По-настоящему гром грянул только в 70-х годах XX века. После публикации книги «Жизнь после жизни» американским врачом-реаниматором и психологом Реймондом Моуди. В ней он детально описал, что переживают люди в момент клинической смерти. Вот как выглядел Реймонд Моуди. А вот как выглядит одна из обложек этой книги. Сказать, что эта книга стала в тех годах скандалом, это ничего не сказать. Она стала настоящим скандалищем. И на нее были вылеты горы, по-моему, так называемыми настоящими ученым. Но это дало обратный эффект, поскольку привлекло к ней всеобщее внимание и не только простых людей, но и специалистов. И у Реймонда Моуди появились последователи. А дальше он выпустил еще одну книгу. Она почему-то выходила под двумя названиями. «Жизнь до жизни» и «Возвращение назад», которую он рассказал еще об этом. И он впервые сообщил об этом широкой публике, что по глубоким гипнозам память о прежних жизнях, оказывается, восстанавливается. Должен сказать, что члены тайного общества «Диск по всему» знали об этом задолго, до выхода указанных книг и как могли пытались подготовить общество к этой информации. Например, Иван Ефремову первую такую попытку предпринял еще в 1942 году, когда написал рассказ «Эленский секрет». В ней он объявил память о прежних жизнях генной памяти. Надеясь, что такая уловка позволит пройти эту информацию через советскую цензуру. Но тогда это не сработало. В 40-х годах рассказ не издали. Вторую такую попытку он предпринял в 1963 году. И тогда она оказалась удачной. Ему удалось издать роман «Лезвие бритвы», с которого и у меня всерьез началось знакомство с творчеством «Дисковца». Впрочем, в прошлых роликах я об этом уже говорил. В нем он описал опыт таежного охотника Селезнева, который тоже объявил генной памятью. И тогда цензура это пропустила. И должен сказать, эта уловка сработала с потрясающей эффективностью. И после «Лезвия бритвы» категория генная память прочно вошла в научную фантастику, что в Советском Союзе, что на Западе. Причем вошла со скоростью пожара. Это не может не поражать. Во всяком случае, мне практически сразу стало это ясно, что генная память – это именно уловка. Дело в том, что по глубоким гипнозам у человека пробуждается память о прежних жизнях от и до. От рождения и до смерти. Гены же передаются в момент зачетия. То есть человек просто по определению не может помнить, что происходило с Кашем с его отцом после того, как тот его зачет. Гены-то уже передали. Но эту жгущую глаза деталь, что специалисты, что писатели, что читатели, умудрялись не замечать. Ну, с 60-х до середины 70-х. А то и больше. До выхода указанных книг Райманда Молоди. А фантастика о генной памяти выходила, что называется, пачками. Рассказ «Алинский секрет» Ивана Ефремова тоже, кстати, удалось издать в 1966 году. Уже после того, как в фантастике это понятие «генная память» стало чем-то обыденным. Ну а дальше книги Райманда Молоди упали на уже хорошо удобренную почву. И его не удалось объявить сумасшедшим или просто дурачком, что делается гораздо чаще. Видимо, в том числе и в результате этой огромной, но незаметной работы дисковцев. Ну а книга «Возвращение назад» тоже стала бестселлером, как и книга «Жизнь после жизни». Но разговор об этом мы продолжим в следующем ролике. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечном заставке.